Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Редактура или Жизнь. Ну вот, подошёл к концу мой маленький импровизированный отпуск. Это был чисто отпуск от блога. Я знаю, кто-то... Не все так поняли. Кто-то подумал, что я просто куда-то отправилась в отпуск. Нет ничего подобного. И сегодня вы частично поймёте, почему так было. Но этот отпуск я такой прям осознанной, да, я брала впервые за пять лет, поразилась. Оказывается, так можно было. И, в принципе, мне даже понравилось. Надо будет изредка это повторять. Но я очень-очень-очень ждала, когда же я наконец смогу отснять вам именно это видео. По названию вы уже догадались, что у нас сегодня с вами новая локация. Не просто... Не просто какая-то локация. Это я вас так заманиваю. Так что давайте выдвигаться в путь, нам до неё какое-то время ехать. Доедем, и вы всё узнаете. Невероятно. Прям... На самом деле меня абсолютно переполняют эмоции. Очень-очень хочу вам обо всем рассказать. Так что погнали. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Я на самом деле не готова, боже мой. Но хорошо. Та-дам! Дом! Мы купили дом. Звучит, по-моему, абсолютно невероятно. Я до сих пор не могу в это поверить. Я сюда приехала, получается, всего лишь четвёртый раз. И я приехала сюда первый раз одна. С вами, чтобы взять вас с собой. Сейчас устроим небольшой рум-тур. После этого поговорим всё-таки о том, что я читаю сейчас. И потом будет ещё один бонусный контент. Ну что, погнали? Погнали, 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 погнали. Погнали! Мы купили готовый дом, потому что точно знали, что, во-первых, построить дом дорого. Построить дом такой, как ты хочешь. Это очень дорого и долго. То есть и с каждым днём, пока длится стройка, всё дорожает. Поэтому мы искали дом, который подходит нам. И мы его нашли. Сразу скажу, здесь практически всё в доме в таком состоянии, как нам досталось от прошлых владельцев. Они оставили нам очень много. Ну, в общем-то, почти всё. Вот этот вот потрясающий, смотрите, просто потрясающий стол из сляба. Они делали его сами. Ну, точнее, они сами нашли этот кусок. И заказали его обработку на лесопилке местной. Маленькая печечка вот здесь. Я всё мечтаю попробовать на ней поготовить, потому что здесь у неё есть даже конфорки. Нам оставили холодильник. Нам оставили чайник, посудомойку, газовую плиту. Потому что всё-таки газ на всякий случай он быть обязан. Мечта у нас с мужем была, конечно же, камин. В прошлый раз мы его уже топили. Это было очень-очень классно. Конечно же, вот такой двойной свет. Я очень хотела, чтобы он был. Давайте посмотрим, что здесь по комнатам. Одна комната вот на первом этаже. Здесь муж будет делать кабинет. Красная комната. Ну, он сказал, что он всё заставит здесь книжными шкафами. И ему всё равно, какого цвета стены. Их просто будет не видно. Здесь коридор и уборная. Здесь вообще ещё никто никакой порядок не наводил. Так что я вам особо и показывать не буду. Идёмте на второй этаж. На втором этаже три комнаты. Одна вот такая вот маленькая. Если честно, ещё непонятно, что здесь будет. Может, просто, не знаю, изба, читальня с нашими способностями. Вот это, по-моему, самая светлая комната. Это будет мой кабинет. И место для съёмок. И уже следующее видео, я надеюсь, вы будете смотреть отснятые здесь. Здесь такой свет, потому что два окна в крыше. Здесь диванчик. И сегодня мы с вами разберём, что же за книги оставили предыдущие владельцы. Вот такой получается балкончик с видом наверх. И спальня. В спальне кровать, на которую нужно ещё купить матрас. Это такая... Это покупка в списке номер один. Мы пишем списки. То есть списки первой важности, второй важности. Здесь тоже есть окно. Восхитительно. И самое главное. Здесь ещё есть балкон. Сейчас он закрыт сеткой. Но здесь ещё есть балкон. Я мечтаю, что на балконе будет, конечно же, стоять столик. Там можно будет утром пить чай. Вот такой домик. Это была моя сначала очень долгая внутренняя мечта. Я не даже, собственно, никому не говорила. Не думала, что это реально. Последний год я уже решила, что надо как-то говорить вслух о своих желаниях. И так нашёлся этот дом. Так что я пребываю в невероятном счастье. Вы даже не представляете себе в каком. Я просто... Просто... Просто безумно счастлива. Здесь столько локаций для съёмок. Здесь столько можно всего интересного поделать. Сейчас я должна притащить из машины сумки. Я в какой-то веке... Раз уж я приехала одна, всё на мне. Должна притащить из машины сумки. Усядемся с вами. И поболтаем о книжных... О текущих... О текущей книжной обстановке. И пойдём наверх разбирать книжки, оставшиеся от предыдущих владельцев. Ну просто скажите, что вы бы не продали душу за такой ракурс у камина. И это он ещё пока даже не горит. Ладно. Я немножко превращила всё в дом. Немножко перекусила. Налила себе чай вот в такую прекрасную кружку, которую мне подарила Аня Bookspace. Она уже рассказывала у себя на канале. Потому что она себе тоже такую заказала. С надписью Writing Just for Fun. И вместе с чаем давайте поговорим о том, что я читаю сейчас. И мы пойдём наверх разбирать... Разбирать чужие книжные полки. Что может быть прекрасней. Но они уже не чужие. Их нам как бы оставили. Так что они, в принципе, мои. Но всегда очень интересно, да, по книжным полкам попытаться... Ну, как-то может представить литературный вкус человека, который читал эти книги. Ну, или хотя бы их покупал и ставил на полку. Но давайте с того, что я читаю сейчас. На самом деле я с собой привезла то, что я читаю сейчас. И я начинаю сегодня, наверное, сразу две книги. Но одну всё-таки продолжаю. И это, конечно же, конечно же... Блин, мне так нравится освещение, понимаете? Вот время уже вечер. Но из-за того, что панорамное окно, всё равно вот... Видите, никакого дополнительного света не требуется для съёмки. Ну, ладно. Это викрам сет и второй томик достойного жениха. Я его, если вам видно, то вот закладочка здесь. Я где-то пятую... Да, где-то пятую часть я прочла от книги. Мне по-прежнему очень нравится. Это, безусловно, кандидат, да уже почти стопроцентный кандидат в топ года, как семейная сага. Это масса тонна колорита. Это в начале вот второго тома пошли даже прям такие леденящие душу события. Ну, потому что, в принципе, семейная сага, если только это не а-ля замок Броуди, да, семейная сага не предполагает, что у вас прям эмоциональные какие-то чудеса на виражах происходят. Но, и действительно, первый том достойного жениха, он такой, то есть вы спокойно читаете, как там все развивается у всех этих семейств, друг с другом связанных. Но из-за того, что у нас здесь не только личная жизнь героев, но и в большой степени политика, экономика, какие-то связанные с университетами ситуации, потому что это прям масштабнейшее полотно Индии вскоре после обретения независимости. То есть это 52-й год, Индия без году неделя независимая, и в стране происходит невероятное количество процессов, и хотя бы какие-то из них Викрам Сетт попытался захватить в своей книжке. Так вот, второй том прямо в самом начале, здесь две такие напряженнейшие ситуации. Одна назревала еще в первом томе, она политическая, она связана с отменой положения закона о Заминдаре. Возможно, я неправильно ставлю ударение, я почитала, сходила в Википедию, действительно, Заминдаре это была такая ситуация, которая еще и англичанами была очень сильно закреплена. Это было что-то вроде земельных наделов, да, когда у нас освободили крепостных крестьян, земли им не принадлежали по-прежнему, да, то есть крестьяне стали свободные, но земля была не их. И вот в Индии было то же самое, то есть какие-то люди, кто-то по происхождению, кто-то потому что власть так к нему была лояльна, они становились хозяевами такими местными помещиками, ни с чего, то есть они даже не были какие-то аристократы, ну вот в привычном понимании слова, просто они были землевладельцами, сами они на этой земле ничего не делали и просто собирали с людей, которые на этой земле горбатились всю жизнь, собирали с них за это деньги. И эта система очень хорошо функционировала при англичанах, да, в колониальной Индии, и вот сейчас у нас Индия независимая, и закон об отмене практики Заминдари его пытаются как бы продвинуть. И у нас, кстати говоря, один из героев второстепенных, это как раз автор этого закона, один из министров, и среди центральных персонажей его дети, как раз. То есть мне еще этим очень нравится книга Сета, тем, что у нас тут персонажи самые разные, то есть у нас может быть какой-нибудь там известный музыкант, рядом жена какого-то, может быть, видного мусульманина, рядом какой-то министр, рядом еще кто-то. Ну, то есть, да, здесь, наверное, самых, пожалуй, наверное, самые беднейшие слои населения здесь представлены разве что в виде фона, да, то есть на каких-то третьестепенных ролях. Но в целом такой достаточно хороший срез среднего класса во всем его разбросе здесь представлен. Я продолжаю кайфовать, продолжаю получать удовольствие, очень-очень рада, что я выбрала эту книгу. Я, как это, не побоялась, не побоялась, выбрала эту книгу, видела уже на Буктибе, что кто-то одолел вот эту 1900 страниц. Мое уважение! Ну, если бы я, наверное, как-то еще больше имела бы время читать в августе, а не занималась всякими вот делами, связанными с домом, то, может, и я бы уже продвинулась сильней, но, тем не менее, в принципе, финал уже близок. В сентябре я 100% дочитаю Вик Ромасета. Ждите, буду вам про него рассказывать и очень-очень его хвалить. А помните, а помните, наверняка кто-то из вас помнит Try Chapter Tag в начале 2023 года. Помните, как мы там с вами Микаэля Ними надкусывали? Ну, так вот, я добралась до Микаэля Ними, зачем-то засунула в него закладку с Федором Михайловичем, уж не знаю, на что это должно нас подвигнуть. Но, наконец, я добралась до Микаэля Ними, до его сварить медведя. Собственно, что это значит? Это значит, что я закончила Сапковского. Ждите в прочитанном не то, которое по марафону, а следующее прочитанное будем говорить сами о Ведьмаке и даже немножко о Саге Орейноване. Ну, а для меня это такой большой уф, потому что у меня все лето прошло с Сапковским. Понятно, что был еще марафон «Читаю без списков», июль был вообще абсолютно нечитабельный месяц. И вот, по сути, с Паном Манджием я провела все лето, наконец, я от него освободилась. Он от меня в каком-то смысле. И я отбралась до «Сварить медведя». Это у нас с вами интеллектуальный, якобы интеллектуальный исторический роман с некой детективной составляющей. И у нас здесь в главной роли, в роли такого, ну, не Шерлока Холмса, конечно, в роли следователя у нас будет человек по фамилии Листадиус. И это реально существовавший в 19-м, если не ошибаюсь, да, в середине 19-го века реально существовавший проповедник и ученый, который странствовал, в том числе, странствовал по Швеции и доходил до Лапландии, доходил до Саамов. И, во-первых, он нес слово Божье, независимо от того, хотели сам его слышать или нет. Во-вторых, он очень увлекался ботаникой и изучал растения в большом количестве. Здесь у него есть ученик, мальчик Юси, который сбежал из семьи, где он там жил. С ним, судя по всему, очень плохо обращались. И они живут в настоящий момент в какой-то деревушке, где происходит пропажа. Ну, точнее, здесь, по-моему, сразу в аннотации говорится, что об убийстве. Но у нас пропадает девушка в этой деревне. И как-то уже все считают, что ее задрал медведь. Но, во-первых, ее пока не нашли. Во-вторых, прибывает полиция. Ну, то есть это не будет какое-то такое прям с самого начала, да, какое-то любительское расследование. Как вы помните, я на Try Chapter Tech, я пробовала эту книгу. Она своеобразно написана. Из того кусочка, что я читала, я помню, помимо того, что я запуталась в Элистадиусах, я помню, что здесь есть, как минимум, одна или две главы были в этом кусочке от лица человека, который следил за этой девушкой, то ли немножко умалишенного, то ли просто она ему сильно нравилась. Но, то есть он, видимо, будет каким-то из подозреваемых, помимо медведя, потому что медведь, понятно, тварь бессловесная, ничего не докажешь. Но я сегодня уже планирую начать. И здесь, по-моему, 500 страниц. Да, здесь 500 страниц, то есть прочту я достаточно быстро. На следующей неделе уже будет какой-то вердикт, божечки мои, на следующей неделе. Я, знаете, с Сапковским и с Викеромом Сетом я немножко даже подрастеряла навык, что такое книжку быстро прочитывать. Потому что с Сапковским я просто шел роман за романом, роман за романом, и так восемь романов. Ну, а Викером Сет, он просто 1900 страниц и просто пока что выглядит бесконечным. Но главное, что Сапковский издан. Соответственно, я перехожу ко всем остальным книгам, которые ждали все это время. Ну и на закуску, я не знаю, успею ли сегодня, здесь на природе или уже завтра, когда вернусь домой, Роберт Джордан, том 8, который называется Путь кинжалов, который я должна была читать правильно в августе. Но в августе не сложилось, потому что был такой июль, дальше нужно было заканчивать марафон «Читаю без списков», о котором будет следующее видео. Ну и, значит, Путь кинжалов будет сейчас. Чем меня безмерно радует 8 том? Просто не передать, как он меня радует. Это своими размерами. Потому что в нем 672 страницы. Аллилуйя! 672! Ну, то есть, в общем, это ненадолго. Это не растянется, не перетечет в октябрь-ноябрь. Это все будет относительно быстро. Я помню, что как минимум судьба одного из центральных персонажей оказалась очень сильно подвешена в конце седьмого тома. Ну, с Рандал Тором всегда все в порядке в конце томов. Это как бы стабильность. А вот у одного из персонажей была абсолютная нестабильность. Мне даже слегка волнительно, что там с ним будет. За всех персонажей женского пола, как вы помните, абсолютно волноваться нечего. Они все равно всесильные, всемогущие. Просто невероятные зазнайки. С ними все будет зашибись гарантированно. Но хотя бы вот про одного героя я точно тревожусь. Вышел, говорят, или скоро выходит, или вышел. Да, у нас второй сезон. Я не смотрела первый. Кто смотрел, рассказывайте, как вам, стало ли лучше, стало хуже. Смирились ли вы со всеми изменениями, которые там внесли сценаристы, или уже решили не смотреть, вам хватило первого сезона. Рассказывайте ваши впечатления. Ну, а я вас приглашаю со мной на второй этаж. Будем разбирать чужие книжечки. Вот на этом диване классный ракурс, когда камеру все-таки не в угол направляешь, а когда камера направлена немножко в другую сторону. Но я думаю, вы меня простите, мы тут собрались книжки обсуждать, и я решила, что в отличие от моих собственных книжных полок, давайте я буду их доставать, и мы с вами их здесь посмотрим, а не чтобы была еще моя говорящая голова и мои эмоции, а не просто мы с вами смотрели на полке. Но прежде, прежде чем мы перейдем к разбору полок, которые мне достались, у меня буквально несколько объявлений. Во-первых, часть из них связана с книгой школа не в Кармартене, а в Кармартене. Хочу, во-первых, поправиться и сказать правильные названия. Во-вторых, я выяснила, что попыток самой сдаты этой книги было целых три. Можно на фондлабе посмотреть обложки, некоторые очень красивые. Ну вот, что есть. Последняя была уже году, и так в девятнадцатом. Это делается исключительно силами фанатов. Видимо, берется файл с сам издата и готовится к печати самостоятельно. Во-вторых, спасибо тем, кто подсказал мне, что Анна Коростелева, я думаю, что она все-таки Коростелева, да, опять же, не нашла нигде информации, но я увидела, что фамилия пишется через ЙО, то есть, скорее всего, ударение на конец фамилии Анны Коростелевой. Так вот, я ошиблась, и эта однофамилица работает в издательстве комиксов. Да, это разные люди, писательница Анна и издательница Анна. Это не один и тот же человек, у них разное отчество. Спасибо большое тому, кто мне это подсказал. В общем, ударение я бы хотела точно знать, как оно правильно произносится. Со школой в Кармартене я разобралась, я выучу на всякий случай. И с однофамилицей это было неловко, неловко, но я как-то даже не ожидала, спасибо, что подсказали. И объявляю, что нас с вами уже прибавилось достаточно, пора, пора, давненько не было Q&A на канале. На канале в Телеграме обязательно будет тоже объявление об этом. Я собираю вопросы, можно задавать вопросы прямо здесь под видео. На канале тоже будет ссылочка, где можно записать вопросы. Я думаю, что я даже на Boosty сделаю. Может быть, для Boosty будет свой особый Q&A. В общем, я жду ваши вопросы. После того, как я читаюсь вам обо всем прочитанном, я отсниму Q&A здесь и постараюсь на все-все-все ответить. Ну, а теперь переходим к книжечкам уже. Итак, две полочки остались мне от прежних владельцев. Буквально они узенькие, немного книжек, но, тем не менее, очень любопытный набор, на мой взгляд. Начнем вот с этого. У нас здесь Конармия Исаака Бабеля. Внезапно, это, по-моему, единственное, что здесь... Да, это единственное, что здесь есть из азбуки классики. Я не читала Конармию, со всем уважением к Бабелю, но Конармию я не читала. Это его, я так понимаю, во многом автобиографичная вещь, потому что Гражданскую войну Бабель прошел вместе с первой Коной армии Буденова. Соответственно, будет об этом рассказ. Конармию я оставляю и обязательно до нее доберусь, обязательно ее прочту. Собственно, прекрасный формат в азбуке классики, как-то не будет совестно, что она занимает место, ну и так далее. Дальше. Михаил Зощенко. Смотрите, какое интересное издание, квадратненькое. Михаил Зощенко, Нервные люди. Тоже Покет. И что у нас тут? О, у нас тут огромный сборник, огромный сборник рассказов Зощенко. Ну, тут надо будет посмотреть, потому что у меня есть гораздо более толстый, да, в твердом, в твердом переплете сборник рассказов Зощенко. Поэтому, скорее всего, эта книга пойдет в Анхол. Что насчет Анхола? Я уже озаботилась, спасибо большое Гуглу, Яндексу и всем остальным местам. Я уже озаботилась, есть ли в округе какие-то библиотеки. Забавно, что здесь есть клубные объединения, то есть здесь вокруг небольшие поселения сельские, и библиотеки есть, но прям близко ко мне нету. Но есть клубы, то есть дома, что-то вроде клубов досуга, и они тоже, когда набираешь библиотека, они тоже высвечиваются, то есть там, возможно, тоже есть книги. Я обязательно хочу, как немножко разгребусь, обязательно хочу в одно-два заехать, спросить, нужны ли им книжки в сельских библиотеках, в принципе, всегда есть спрос на книги. Обязательно хочу спросить и, может быть, возьму шефство над какой-нибудь местной библиотекой, это было бы очень классно. Я понимаю, что библиотека в Ленобласти, конечно, не испытывает наверняка таких трудностей, как библиотека где-нибудь очень в глубинке России, поэтому я буду смотреть. Если я приеду и вижу, что там, как говорится, все есть, да, и свежак подвозят регулярно, то, конечно, лучше книги продолжать отправлять в какие-то отдаленные районы, где они прям нужны. Но если я увижу, что люди с горящими глазами такие, а, да, да, дайте, нам нужны, у нас не хватает, то тогда анхол будет ездить сюда. Ну, пока вот Михаил Зощенко идет, предположительно, в анхол, потому что у меня есть большой хардовый том Зощенко. Вот то, что идет точно в анхол, потому что я не очень люблю такие сборники, это тысяча великих шедевров изобразительного искусства, то есть это очень каратенечко, обо всем на свете, типа Джоконда. Вот открываешь, и тут первым делом Джоконда. Есть тут и вклейки с фотографиями, но я такие вот энциклопедические вещи не храню, никто не читает их подряд, мне кажется, в этом нет смысла. Если нужно о каком-то произведении почитать, то прям почитать нормально, да, то статья в такой книге окажется недостаточная, скорее всего. Проще закопаться в интернете и найти, либо найти хороший материал, либо найти книгу про конкретного художника или про конкретный музей, и уже ее там приобрести или взять в библиотеке и ознакомиться. Так что это точно ванхолл, книга в хорошем состоянии, она чуть-чуть погрызена, у предыдущих владельцев был кот, и, возможно, книжка не избежала знакомств. Единственная серия, в которой здесь аж на 4 книги стоит, это Мягкий Покет, по-моему, от Эксмо, сейчас посмотрим. Это, да, Мягкий Покет от Эксмо, серия Серебряная коллекция Фантастики. И здесь у нас с вами очень интересный набор, прямо скажем, разнообразный. Ну, во-первых, здесь Гарри Гаррисон и Стальная крыса. Конкретно здесь новое приключение Стальной крысы, это, как говорится, чтоб я знала, какие это по порядку книги. Я посмотрю, какая это по порядку книга, потому что, если это одна из ранних книг Стальной крыси, у меня лично в библиотеке только первая или первые две. Если это одна из ранних книжек, я ее с удовольствием оставлю у себя. Если это одна из более поздних, где автор уже, ну, просто пошел гнать приключенческую такую пургу, да, как бы экшен за экшеном и фирменные шуточки героя, вот и все, то она пойдет в анхолл, пока я ее положу, чтобы погуглить и дальше буду решать ее судьбу. Во-вторых, у нас здесь Хайнлайн и его Пасынки Вселенной, один из известнейших романов Хайнлайна, здесь еще есть открытка, кстати, красивая открытка, здесь вот такой вот парк с заснеженными деревьями и фонарями. Итак, Пасынки Вселенной. Если честно, я, если и читала Пасынков, то это было очень-очень-очень давно. Но меня подмывает, конечно, оставить, потому что Хайнлайн, он, особенно после Чужака в Стране Чужой, я воспылала к нему новой любовью. И, наверное, Пасынки останутся для того, чтобы я их как-нибудь все-таки прочла. Дальше. Дальше у нас Дик и его Убик. Я полагаю, что это звучит как Убик, хотя, возможно, Убик. Так, не буду врать, не знаю, где ставится ударение. Итак, Куна, это не... Ну, то есть, я, мне кажется, название как-то слышала, но это неизвестный мне роман Дика. У меня дома стоит огромное, сейчас здесь будет висеть обложечка, у меня дома стоит огромное, купленное мужем, собрание сочинений Дика. Я проверю, есть ли там этот Убик, потому что я собираюсь читать это собрание, все руки до него не дадут, тогда я отправлю это в Анхол. Итак, давайте о чем книга. Человечество успешно колонизировало Луну, а многие люди открыли в себе паранормальные способности. Корпорации телепатов и антителепатов ведут между собой бесконечную войну. Смерти нет, теперь умерших родственников погружают в специальные криокамеры, где они продолжают существовать в новой реальности группового подсознания. Но в этом дивном мире происходит неожиданная катастрофа. Время начинает обращаться вспять, поглощая не только предметы, но и людей. Очень любопытно, как я уже сказала, решу судьбу книги, когда уточню, есть ли она у меня в другом издании. И четвертая книжка здесь, это тоже Филипп Дик и это Человек в высоком замке. Роман, который нравится моему мужу и ему очень нравится сериал, который сделан был не так давно. У меня сложное к этому отношение, честно вам скажу, потому что, ну если вдруг кто не знает, да, задумка Человека в высоком замке в том, что Гитлер победил. Гитлер победил и у нас как бы на большей части планеты у нас Рейх. Я не знаю, как это решено в романе Дика, то есть я не знаю, насколько финал сериала расходится или сходится с финалом книги. Потому что в сериале для того, чтобы все-таки у нас как бы Рейх получился плохим, да, и проиграл. Потому что события происходят уже спустя какое-то время после смерти Гитлера, которая произошла, конечно, не в 45-м году в этой реальности, а гораздо позже. Да, в общем, никто не может ему противостоять. Да, то есть создано все, все, кто мог бы там поднять восстание, все, кто мог бы, они просто уничтожены. То есть это реальность, в которой просто лишние нации, лишние народы, неподходящие, да, они просто изничтожены. И нету, как бы, некому восставать, да, то есть ни у кого нет такой силы, чтобы этот Рейх попытаться свернуть. Это, по крайней мере, в сериале так. И в сериале им приходится, ну, скажем так, немножко паранормальности добавить, да, чтобы это все пошатнуть. Что в книге, я не знаю. Она точно есть в том сборнике, то есть этот томик пойдет в анхол. И я даже, если честно, это не тот роман Дика, который я рвусь читать, потому что я не знаю, что он там напридумывал. То есть, да, здесь в романе тоже некие герои создают сопротивление. Как они сопротивляются и к чему это приводит, это можно узнать из романа, один из самых известных романов Филиппа Дика, до которого я однажды доберусь. Ну, а конкретно эта книга уходит в анхол, потому что этот роман у меня точно есть. Тут немножко стоит, немножко стареньких книжек. Ну, вы знаете, я люблю старенькие книжки. Я кинестетик, который привязывается к внешней оболочке, и мне потом сложно расстаться. Давайте смотреть, что у нас здесь. Джеймс Оливер Кервуд. «Бродяги с севера». Вот такая вот с очень милой иллюстрацией книга. Здесь у нас Мишка и Волчик идут друг за другом по снежному лесу. И у нас тут, судя по всему, четыре повести или четыре романа. Сейчас выясним. Итак, Джеймс Оливер Кервуд. Первый раз слышу про этого автора. Кто читал, кто знает, конечно, жду вас в комментариях. «Родился, прожил большую часть своей жизни в штате Мичиган у канадской границы. В молодости работал журналистом, редактором. Потом начал писать. Страстный охотник, натуралист и путешественник. Подолгу бродил в лухих и малоисследованных местах Северной Канады. Природе Канады и жизни четвероногих обитателей канадского севера посвящены его лучшие произведения». У нас здесь три повести. Это «Гризли», «Казан», надеюсь, что «Казан» и не «Казан», но может быть и «Казан», «Бродяги севера» и «В дебрях севера» это роман. То есть у нас тут про суровые будни. Сразу вайбы Джека Лондона вошли в чат. Мне почему-то кажется, что автор тоже был журналистом, странствовал. Я ловлю какие-то знакомые моменты здесь. Наверное, оставлю эту книгу. Кто знает, когда-нибудь, может быть, до нее доберусь. Дальше. О, книга. Цена 13 рублей 85 копеек. Ой, смотрите, какая интересная пометка здесь на обложке. Вот забавно, да, что в Советском Союзе, как и, в принципе, сейчас в современной Америке точной, и, наверное, в Англии, по-моему, в Англии тоже, есть правило ставить цену на обложку книги. То есть в советское время тоже такое было, потом исчезло. А там до сих пор сохранилось. То есть вы берете книгу и тоже видите на ней цену там в долларах или в фунтах. Здесь написано, цена 13 рублей 80 копеек, с 1 января 61 года цена 1 рубль 39 копеек. То есть была какая-то динаминация. И это у нас потрепанный сборничек Жоржа Семенона. И даже с автографом кому-то. Итак, это, кстати говоря, книга уже подлежит закону о вывозе ценных вещей, потому что она, это 60-го года издания. Итак, это Джордж Семенон. Как насчет содержания? Хорошо, это книга, в которой утрачено содержание. Точнее оно, ну его просто не сделали. Решили не париться. У нас тут романы Семенона. Желтый пес, цена головы, негритянский квартал и президент. Я понятия не имею даже, это его детективные романы или это его художественные романы, то есть не жанровые. Вполне возможно, что да. Я Семенона, конечно, читала в количествах, но я не могу назвать себя прям супер-фанаткой этого стиля. То есть все-таки Комиссар Мэк Гре для меня немножко медлителен. Но, но медлителен, не медлителен. Эту книгу уже просто, ну, неприлично отдавать в библиотеку. То есть она, во-первых, как бы у нее тут покореженная обложка, она вся желтая. Ну и приходить в библиотеку и отдавать книгу 60-го года, если это не какой-то супер-раритет. Но это, это прям не очень. Поэтому книга остается, кто знает. Возможно, однажды под влиянием какой-нибудь, не знаю, меланхолии мне захочется почитать Джорджа Семенона. Дальше. Хаггард. О, Генри Райдер Хаггард. Хозяйка Блоскалма. И так, вот мы уже можем что-то сказать о владельцах, бывших владельцах этих книг. Они точно любили Джеймса Кервуда, потому что здесь собрание Библиотека приключений, была такая замечательная серия. И здесь снова Джеймс Кервуд, причем в дебрях севера, которые у нас уже, которые у нас уже есть в этой книге. Да. Итак, у нас дубль. Это уже книга 70-го года. Она, кстати, тоже уже подходит под закон, потому что ей тоже уже больше 50 лет. Я бы хозяйку Блоскалма, Хаггарда, с удовольствием бы прочла, потому что вообще к Хаггарду отношусь очень хорошо. В свое время мне очень нравились его произведения, хоть я их не так уж много читала. Но после того, как я прочту, с этой книгой надо что-то делать, потому что... Но возможно, да? Тут возможно такой вариант, что я прочту и прочту Кервуда. И Кервуд пойдет в Анхол куда-нибудь, да? А у меня останется его один роман, если он мне понравится, вот в этом сборнике. То есть, тоже понятно, эту книгу в библиотеку уже так. Не Кумильфо отдавать. В библиотеках таких книг много. Туда нужно отдавать новое, то, что вот... Не со мной Викрамсет, да? Вот Викрамассета туда гипотетически нужно отдавать, потому что он туда неизвестно, когда доедет. Ладно, дальше. Долины... Тут просто фанаты Джеймса Кервуда. Третья книга его. О, мы наконец определили как минимум одного любимого автора у семейной пары, которая здесь жила. Муж с женой, я не знаю, кто из них... Кто из них любил этого автора, но совершенно точно, что у нас снова Джеймс Кервуд. И три произведения. На равнинах Авраама, Долина безмолвных великанов. Это романы. И быстрая молния. Это повесть. Ух! И что делать? Я вот пока что совершенно не фанат Джеймса Оливера Кервуда, но, опять же, это тоже уже старенькая книга. Это 91-й год. Не знаю. И внезапно Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Конкретно у нас здесь том 2 из собраний сочинений. Это нормальные вещи в загородном доме. Какой-нибудь отдельный том. Так ко мне, например, попал мой отдельный томик Лермонтова, который есть у меня, и показывала вам его. То есть он тоже увезен с дачи, но он тоже там стоял. То есть там не стояло все сочинение Лермонтова, а стоял один томик. Итак, у нас здесь романы. Евгений Онегин. Ра Петра Великого. Повести Белкина. Дубровский. Пиковая дама. Египетские ночи. Капитанская дочка. Ну, то есть прям такой золотой, золотое собрание Пушкина в одном томе. Опять же, это уже в библиотеку нехорошо. Это у нас 68-й год. Останется здесь. Что-нибудь с ним придумаю по итогу. Вот мы с вами, собственно, одну полочку разобрали. Сейчас доберемся до второй полочки. Сейчас доберемся до второй полочки. Там уже чуть более современная литература, судя по всему. Итак, забираюсь на вторую полочку. Итак, вот порция полочки. И меня встречают Марина и Сергей Зиченко. Их роман цифровой. Человечество – большой манипуляционный кабинет, где все манипулируют всеми. Подросток Арсен Снегов, мастер компьютерных игр, понял это раньше других. Таланты геймера не остаются незамеченными. Он оказывается сотрудником странной конторы, якобы занимающейся разработкой новой игры. Но кто знает, что творится на самом деле. Я отдаю эту книгу Ван Холл. Не обижайтесь, поклонники Зиченко. Но я считаю, что мы как бы с авторами все-таки в том, что есть психологизм, да, и как нужно заставлять героев грызть в секло, мы с ними расходимся. То, что им нравится делать с героями, это не то, что мне нравится читать. Плюс я не очень люблю про компьютерные игры, на самом деле. Поэтому книга выглядит очень хорошо. С ней явно никто ничего плохого не делал. И, я думаю, отлично, в Ван Холл она пойдет. Во-вторых, у нас Бернард Вербер здесь. И его конкретно Танатанафты. Я Вербера читала. Сейчас пытаюсь вспомнить хотя бы одно из названий. Вообще все вылетело из головы. Я читала не одну книгу. Я читала несколько. И... Ну, это просто не мой автор. То есть, у меня... Я прочла две или три книги подряд. И под конец мне просто стало казаться, что это... Ну, такое словесное извержение. То есть, автор пишет, а какую мысль хочет донести, сюжет, не сюжет. Ну, вот это уже для него вторично и не очень важно. Это было мое ощущение. И, думаю, оно связано с тем, что я никак не могла уловить, о чем вообще речь тут. И что мне хотят сказать. И что это за вселенная такая странная. Что у нас за... Но Танатанафты я не читала. Итак, смерть. Место, откуда еще никто не возвращался. Кроме разве что нескольких жалких призраков. Эта информация устарела. Изобретение Танатанафтики, способа свободного путешествия по миру смерти, изменило все. Танатанафты признаны пионерами посмертных географических открытий. Представители разных конфессий передрались за сферы влияния. Начинается колонизация загробного мира. Ну, вообще, любопытно звучит. Я читала Вербера очень давно. Может, я была маленькая. Может, я была глупая. Может, еще что-нибудь. Танатанафты остаются. Я однажды до них доберусь. Ну, почему бы и нет. Эльфреда... Эль... 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 Наверное, Еленик. Эльфреда Еленик. Алчность. Автор романа Пианистка. Я не читала роман Пианистка. Очевидно, это что-то важно. Нобелевская премия 2004 года. Ага. Проблема в том, что, конечно, вот такие обложки меня абсолютно не привлекают. Я... Они должны привлекать, но они меня не привлекают. Не признающий никаких табу роман Нобелевского лауреата Эльфреда Еленик. Безжалостная, брызжущая ассоциациями произведения обалчности, женоненавистничества и мещанстве. Вот только о женоненавистничестве и мещанстве мне сейчас и хочется читать. Спойлер, нет. Ее путь – острая психологическая проза с элементами гротеска, беспощадность языка, вышедшая за рамки национальной литературы и ставшая мировым событием. То есть у нас здесь роман Нобелевского лауреата 2004 года. И даже есть единый билетик в качестве закладки. Ладно, я попробую не обращать внимания на то, что меня пытались завлечь странной обложкой с людьми в какой-то странной позе. Оставлю. Нобелевские лауреаты – это интересно просто даже для знакомства. Доберусь, почитаю, расскажу вам. Если вы читали Эльфриду Эллиник и вам есть что рассказать, рассказывайте с удовольствием, послушаю. И у нас снова Филипп Дик. Филипп Дик явно должен стоять вместе с Джеймсом Оливером Кервудом. Мы можем сказать, что это точно тоже был автор, который нравился кому-то из живших здесь. И здесь у нас роман «Помутнение». «Помутнение». Сюжет. «В мире недалекого будущего получает распространение мощный наркотик – препарат С. Сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, агент Фред, получает задание выследить поставщика опасного препарата. Так на свет появляется Боб Арктор – наркоторговец и наркоман. Но правда ли это? Или агент Фред просто игра его воспаленного разума? Кто есть кто теперь, когда границы реальности так зыбки?» То есть, возможно, наркоторговец обкурился и возомнил себя агентом. Или агент получил задание и стал наркоторговцем. Любит, любил-любил Филипп Дик вот такие вот игры, конечно. Тем он был и гениален. Я, мне интересно, так же как и вот Убик, Убик, Убик. Я посмотрю, есть ли в моем сборнике этот роман. Если да, то эта книга пойдет в анхол вместе с Убиком, Которого я тоже проверю. Если нет, то остается, прочту с интересом. Чай уже успел подостыть. А нам пора с вами за последней партией. И вот последние пять книжечек. И среди них даже большинство моих знакомых авторов. И, во-первых, это дорогой наш Жан-Кристоф Гранже. Здесь у нас Черная линия и у нас Лес мертвецов. Я у Гранже читала несколько романов, начиная с Багровых рек. Ну, слушайте, наверное, четыре или пять романов. Прежде чем я сказала, стоп, что-то я вот эту чернуху уже не могу есть. Потому что у Гранже такое есть. Ну, как мы с вами уже обсуждали не раз, у многих авторов такое есть. Если ты читаешь подряд роман за романом, начинаешь видеть и повторения, и шаблоны, и начинаешь видеть какие-то паттерны. И не все паттерны тебе приятны. И не всегда ты понимаешь, нужно ли продолжать эти паттерны эксплуатировать, зачем автор это делает. Вот у Гранже это прям чернуха. Я ничего не хочу сказать плохого про Багровые реки. Багровые реки, классная книга, классный фильм. Если вы вдруг не смотрели, посмотрите. Прекрасный триллер, детектив-триллер с Касселем и Рено. Отличная экранизация, отличная книжка. Но вот эти вот, все те грязные темы, которые в Багровых реках он поднимает, он продолжает поднимать и дальше. То есть, прям вот слезть с этого конька, по крайней мере, среди тех книг, которые я читала, о Гранже не удалось. У меня дома стоит один или два его более свежих романа. Их покупал муж и не прочел, и я не прочла. Но доберусь. Леса мертвецов среди этих романов нет. А черную линию я точно читала. Поэтому черная линия точно отправляется в Анхол. А лес мертвецов точно отправляется нет. Потому что я всегда, ну, верю, что, в принципе, человек... Да, вот, вот, отлично. Здесь есть список. Вот смотрите. Пурпурные реки, полет аистов, империя волков, черная линия. Вот, по-моему, на черной линии-то я примерно и бросила. Дальше еще Братство камней, Притягнувшие тьме, Мизереры и лес мертвецов. Ну, вот видите, открываю сюжет и снова, снова все, что Гранжа так любит. Кровавые ритуальные убийства. Серия убийств заставляет содрогнуться от ужаса даже видавших виды полицейских. В городе орудует маньяк-каннибал. Восхитительно. Кто он? Психопат-аутист, садист-извращенец, поклонник первобытных культов. Ведет следствие внезапно женщина Жанна Крулевска. У нее есть личные причины принять брошенной убийцей вызов. Поиск истины, перенесут ее через океан, вынудят пересечь Никарагу и Готемалу и заведут вглубь аргентинских лесов. И тут ей откроется подлинный источник зла. Вот любит это Гранже, чтобы обязательно зло еще с большой буквы подлинный источник зла. Ну ладно, останется, как говорится, в какой-то момент, это в конце концов все еще любимая серия «Лекарства от скуки», которую когда-то составлял Акунин. Однажды, как говорится, может стать скучно, и «Лес мертвецов» захочется прочесть. Так, здесь понедельник начинается в субботу с Тругацких. Посмотрите, какое забавное, веселое оформление. Но книжечка достаточно старая, это у нас 2002 год. Для библиотеки, конечно, уже соу-соу, тем более это понедельник, и скорее всего он есть. Но, с другой стороны, оставлять мне нет смысла. У меня понедельник начинается в субботу как минимум в двух изданиях. Ван Холл придумаю, что с этим делать дальше. Ух, люблю толстые томики, но вот насчет этого надо подумать. Итак, это у нас Харуки Мураками и Хроники заводной птицы. Харуки Мураками это автор, которого я читала, и который был признан мною не моим автором. То есть, это есть у него такая мелодраматичность, меланхоличность, неспешность. Я читала у него один из не самых известных романов. К востоку от чего-то, к западу от чего-то. Там такое сложное название. У меня нет какого-то к Мураками плохого отношения. Я буду рада, если он однажды все-таки победит в Нобелевке, потому что он все время в списке кандидатов на получение Нобелевской премии. И каждый раз она ему не достается. Но хочу ли я читать Хроники заводной птицы? Только потому, что это такой клевый пухляш. Давайте посмотрим о чем. Произведение поистине джойсовского масштаба. У меня на лице уже написано, как я воодушевлена. Есть ли у вас какие-нибудь прикольные отзывы об этой книге? Если кто-то из вас читал и ему очень понравилось, напишите мне, попытайтесь меня воодушевить, потому что, с одной стороны, книга изрядно пожелтела, и мне неловко ее отдавать в анхол, с другой стороны, читать... Предыдущий роман, который я читала, у Мураками был нормального объема, нормального. А здесь 800 страниц. Мне нужен какой-то очень такой буст, знаете, чтобы за это взяться. И какой-то очень странный сборничек здесь. Современная баллада и жестокий романс он называется. Это у нас стихи издательства Ивана Лимбаха. И, о, смотрите, как интересно. Это не просто какой-то сборник стихов. Эта книга основана на записях фольклорных экспедиций 70-80-х годов 20-го века, сделанных студентами Ленинградского слэш-петербургского университета в деревне Северо-Запада России. То есть это у нас фольклорные песни, которые собирали студенты в экспедициях. Но это как минимум любопытно. Любопытно один раз пробежаться, посмотреть. Тем более книжку кто-то заляпал. Судя по всему, здесь какие-то такие желтенькие пятна на обложке. То есть даже если бы я хотела ее отдавать в анхол, не очень прилично. Но я бы как минимум ее пролистала и посмотрела. Ну что, вот такой влог, возвращенческий влог. Рада вас снова видеть. Жду ваших комментариев, жду ваших вопросов на Q&A. Обязательно буду снимать его, конечно, здесь, может быть, даже на улице, на природе. Зависит от погоды, конечно. И ждите в ближайшее время отчет по финальной части марафона «Читаю без списков». Просто прочитанное. И я очень надеюсь, что успею отснять планы до конца года. Скучала по вам очень. Спасибо, что посмотрели. Увидимся скоро.